О самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели мы расскажем в информационной городской программе «Панорама Севера. 7 дней» в студии Денис Куклин. Здравствуйте! Центральная тема этой недели дорожная. С наступлением весны редкий автомобилист не заметит ухудшение состояния проезжей части. Ямы, выбоины и трещины. Каковы же пути решения этих проблем? Ответы в нашем следующем сюжете. Весна идет, весне дорогу. Однако с наступлением плюсовой температуры эту самую дорогу не распознать под толчей воды и грязи. Такая ситуация осложняет жизнь как пешеходам, так и автомобилистам. Сами видите, дороги нету. Машина японская. И дороги тоже японские. То яма, то канала. Причина разрушения дорожного полотна весной – частые перепады температуры. Трещины и выбоины оперативно заделывают при ямочном ремонте. Кроме того, плохие участки обновляют картами, когда снимается верхний слой асфальта, а затем укладывается новое покрытие. Но такие работы должны проводиться каждые пять лет. Последний массовый ремонт в Архангельской улице происходил в 2008 году. Если взять КАД Санкт-Петербурга или МКАД по Москве, там каждые два года меняют сегодня верхний слой покрытия. Для того, чтобы привести в порядок 580 километров архангельских дорог, нужно около 6 миллиардов рублей. Только для модернизации дренажно-ливневой канализации требуется свыше 300 миллионов. Для того, чтобы содержать дороги областного центра, необходима программа «Город Архангельск – областной центр». В этой программе у нас предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту дорог областного центра. К сожалению, эта программа в прошлом году была не профинансирована по решению областного правительства. Поэтому дороги пришли в такое состояние, которое у нас сегодня есть. Мэр Виктор Павленко предложил возобновить действия программы развития Архангельска как областного центра и направить из областного бюджета дополнительные средства на ремонт дорог. Градоначальника поддержали депутаты, направив аналогичное обращение в правительство региона. На очередной сессии Гордумы депутаты обратились к губернатору Игорю Орлову с просьбой выделить средства на ремонт дорог в Архангельске и поддержали предложение мэрии о выделении дополнительных средств на капремонт 37 домов. Также будет увеличено финансирование строительства социального жилья. Об этих и других решениях депутатов в нашем сюжете. Главным решением депутатского корпуса, принятым сегодня, стало обращение к губернатору Игорю Орлову и председателю областного собрания Виктору Новожилову с просьбой возобновить действия закона о статусе Архангельска как административного центра области. Мы обратились к тем, чтобы программу финансирования административного центра, областного центра города Архангельск возобновили в следующем году. Ситуация в городе с дорогами, сами понимаете, не очень хорошая. Денег у нас не так много на это. И еще раз хочу сказать, город собирает 20 миллиардов. И все это уходит в различные бюджеты. А в конечном итоге у нас остается совсем мало, что мы даже не можем выполнять те задачи, которые возложены на муниципалитет. Депутаты пошли дальше и уже беспокоятся о бюджете следующего года. Обратились к губернатору о том, чтобы возобновить программу. У нас действительно есть проектно-сметная документация, причем есть наряд 5-6 капитальный ремонт дорог. И уже в ближайшее время просто течет срок проектных документаций. Деньги потрачены будут зря. Мы обратились к губернатору, когда было объявлено о том, что правительство торжественно объявлено, что правительство так хорошо поработало в области, и полтора миллиарда рублей появилось до доходов. Естественно, город Архангельск, который вносит в этот бюджет значительную долю, обратилась с просьбой, а может быть в этом году, уважаемый, поможете областному центру. Но ответа мы не получили. Обращение депутатского корпуса, который единодушно поддержал позицию мэра Виктора Павленко, направлено губернатору Игорю Орлову. Средства областного бюджета в размере 175 миллионов рублей предлагается направить на ремонт 18 городских улиц. При этом в городском бюджете средства на ремонт дорог уже увеличены на 10 миллионов рублей. Также 42 миллиона рублей перераспределены на капремонт 37 деревянных домов, а 48 миллионов направлены на продолжение строительства социального жилья. 13 домов в Цыгламине. У нас судебных решений, вы об этом знаете, на 2 или 3 бюджета. Значит, по ветвому аварийному жилью, там почти 2 тысячи по капитальному ремонту и так далее. Мы с вами вместе верстаем бюджет, но между судебными решениями по капитальному ремонту жилья и заборами вокруг школ мы выбираем приоритет, конечно, капитальный ремонт жилья. Приходится это делать. Если бы нам не приходилось это делать, мы бы это не делали. Одним из источников дополнительного финансирования являются 44 миллиона рублей, которые были предусмотрены на уплату взносов по капремонту в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов. Однако обязательства по взносу средств в региональный фонд наступают только в ноябре, поэтому более целесообразно направить уже сейчас эти деньги на выполнение капремонтов по судебным решениям, чтобы работы выполнялись в благоприятное летнее время. При этом Архангельск продолжит работу с региональным фондом капремонта. Вы знаете, у нас 6606 домов в городе Архангельске, и по 40 параметрам подготовить документы для того, чтобы подать в фонд, это сложно. Тем более новые дома, ТИЗы, КИЗы, управляющие компании, они не хотят это делать, поскольку они понимают, что они деньги отдадут, поскольку у них новые дома, то ремонт их домов будет в 2030 году. Все логично, понимаете? Поэтому где-то их понять можно. Но закон требует, в том числе и понуждать эти дома для того, чтобы они дали все эти параметры, по 40 наименованиям надо дать. И мы эту работу ведем. Но это используется как то, что ставится в вину у города Архангельск, вы не хотите. И мы предлагали в рамках регионального фонда создать городской, для того, чтобы мы в городе решали эти проблемы самостоятельно здесь. Тогда бы и закон был соблюден, и было бы четкие правила игры. Нет, и вот искать какой-то подвох, и этот подвох делать как нам в минус, ну, я считаю, это совершенно неправильно. Также депутаты одобрили предложение муниципалитета об утверждении норм накопления мусора. Это позволит увеличить кратность его вывоза, что положительно скажется на чистоте в городе. К сожалению, это не во всех домах, а нормативы остаются по объему несколько древние. И из-за этого очень часто переполняются контейнеры, куча мусора около этих мусоросборочных площадок. Просто это надо ввести в соответствие. И такое решение состоялось. И в итоге бытовые отходы вместо трех будут вывозиться четыре раза в неделю. При этом на кошельках горожан установление новой нормы фактически не скажется. А в вопросе строительства мусороперерабатывающего завода народные избранники поддерживают позицию мэрии. Мы приняли закон о том, что это будет область заниматься мусоропереработкой. Мы не против. Пригласили инвестора. До 1 июня должен быть заключен договор. Мы по этому договору не знаем, какое место и роль будет отведена в этом городу Архангельску. И мы готовы отдать полигон для решения задач трех муниципальных образований, как это требует областной закон. Новодвинска, Северодвинска, Архангельска и частица Приморского района. Но мы хотим знать, а где будут перегрузочные площадки на островах, надо вывозить оттуда мусор. Потому что экологическое законодательство настолько становится жестким, что нас уже наказывают по этому поводу. Вот давайте объединиться. Ответов не находим. Депутаты также отметили необходимость вернуться к вопросу о порядке распределения средств регионального дорожного фонда. В Архангельске живет треть населения региона и сосредоточено более 100 единиц автотранспорта. А это колоссальная нагрузка на дороги города. Поэтому из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск должен получать не 70 миллионов, а гораздо больше. Мы вместе с депутатами будем отстаивать интересы города, в котором проживает 30% населения области. И который дает, как уже было сказано, 20 миллиардов рублей во все уровни бюджета. Мы получаем 7,3, как вы знаете, бюджет. Но из них собственных доходов, там у нас субвенция на зарплату учителей, это, собственно, не наши деньги, Собственных денег получается 4,5. А для выполнения самых минимальных задач, мы это еще раз считали, требуется примерно 10-11 миллиардов рублей. И такая вот это вот, мы ведь задачу одну решаем. Люди-то у нас одни, и вот где бы они ни жили, в Мизене, в Лишуконе или в городе Архангельск. Поэтому позиция должна быть не просто по принципу сам дурак и кого-то найти виновного, а решать эту проблему вместе. Теперь слово за властями региона, которые обладают всеми возможностями, чтобы помочь городу, который является столицей области, и в котором проживает каждый третий ее житель. Сити-менеджеры вместо мэров городов. А назначение на пост не через выборную систему, а на конкурсной основе. Такие поправки в закон о местном самоуправлении решила внести Госдума. Эти инициативы обсуждались на съезде Ассоциации Совета муниципальных образований области. Намерения депутатов Госдумы таковы – приблизить муниципальную власть к народу и усилить роль представительных органов на местах. По сути, появятся два новых вида муниципальных образований – городской округ с внутригородским делением и внутригородской район со своим депутатским корпусом. При этом глава администрации города, или так называемый сити-менеджер, будет назначаться по контракту. А это значит, что нововведение отменяет прямые выборы мэров крупных городов. Я считаю, что на сегодняшний день необходимо оставить систему выборности мэров и, на мой взгляд, еще рано подводить итоги. Почему? Потому что у нас она только начала работать, система местного самоуправления, она только еще выстроена на сегодняшний день. Если изменения в законодательстве будут окончательно приняты, есть опасения, что они сведут независимость муниципалитетов к нулю. Более того, сегодня необходимо, чтобы полномочия муниципальных властей соответствовали имеющимся у них финансам. Отсюда вытекает и другая проблема – недостаточный уровень полномочий муниципалитетов. Как будут выглядеть органы местного самоуправления в дальнейшем? Я считал и считаю, как бы не менялось, будет ли выбираться всенародный мэр, хотя это наиболее передовая и демократическая форма, непосредственно люди выбирают своего мэра. Есть здесь и минусы различные, но как бы, или будут это сети-менеджер, четко, я стоял на этом и стою, и сейчас подчеркиваю, что четко надо определить, кто за что отвечает, полномочия, и под эти полномочия определить средства. Все, как говорится, не обманывают людей, люди понимают, что вот образование первого уровня, муниципальное образование первого уровня, отвечает за вот это, и у них под это есть деньги, люди могли прийти и получить конкретную помощь. Значит, второго уровня, городской округ, там, значит, такие-то полномочия, дальше там субъект Российской Федерации. Вот главная задача, которую мы должны в этой реформе предусмотреть, это четко выполнять задачи, и главное, чтобы люди получили действительно помощь от муниципального образования. Ну, муниципальное образование, это ведь не только как бы форма управления, но это и возможность людям самим участвовать в этом, есть на этой основе, создаются ТОСы различного характера, это тоже форма управления, народного управления, поэтому такая вот, я считаю, эффективная форма самоуправления, поэтому ее ни в коем случае нельзя, так сказать, надо только развивать, нельзя, чтобы это распало, все лучшее взять и наполнить новым содержанием. Окончательные изменения к закону о местном самоуправлении депутаты Государственной Думы примут летом этого года. 13 юных жителей округов Аравина, Фактория и Майская Горка запомнят этот день надолго. Они стали полноправными гражданами России, получив свой первый паспорт на торжественной церемонии в Ломоносовском дворце культуры. 6 марта Максиму Бубякину исполнилось 14 лет. С этой минуты он может с гордой уверенностью сказать «Я гражданин России». В руках у юного архангелогородца паспорт. Я считаю себя более ответственным, потому что уже наступило 14 лет. У меня теперь есть паспорт, то есть теперь это мой самый главный документ, который теперь показывает мою личность, кто я такой. И открывает новые пути в жизни. Рядом с Максимом его мама. В такие минуты Анна Петровна едва сдерживает слезы, радости и, конечно, легкой грусти. Вчера вспоминала, что он был маленький, а теперь уже вырос, что все-таки паспорт, младший сын. Своеобразный официальный пропуск во взрослую жизнь сегодня получили 13 юных жителей округов Майская Горка и Варавина, Фактория. Ребята торжественно получают свой первый документ, они понимают его значимость, они видят, как трепетно к нему относятся взрослые люди. Такие мероприятия, которые поднимают значимость документа российского, города Архангельска, России. Островные территории Архангельска готовятся к ледоходу. Сейчас для их жителей буксиры – единственная связь с большой землей. По одному из маршрутов на остров Кега прошла Елена Матвеева. Труд буксира в своих стихах прославил еще Иосиф Бродский. Помните? Я буксир, я работаю в этом порту, я работаю здесь, это мне по нутру. Ежедневно в Архангельске на линии выходит 7 буксиров. Всем вместе только за одни сутки. Им предстоит привезти более 5000 горожан с островных территорий на большую землю. Вниз и вверх по реке, на остров Кега и обратно ходят буксиры. Вместимость каждого до 100 человек. Утром и вечером в часы пик трудяги делают дополнительные рейсы. График буксирного сообщения с отдаленными районами и островными территориями Архангельска муниципалитет согласовал в тот же день, когда были закрыты пешеходные ледовые переправы. В этом году на перевозку горожан городская казна выделила 43 миллиона 200 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма израсходованных средств 10 миллионов. Это мы возили в январе 2014 года, когда у нас лед не успел еще встать. Так что на весеннюю навигацию денег достаточно. И с 18 апреля работают все пять буксирных переправ. Главные двигатели запущены, буксир готов к отплытию. На его борту и жители Большой Земли, и островитяне. У одних на Кега дача, другие возвращаются с работы домой. Буксир в это время – единственный способ добраться до Большой Земли. Приходится ездить на работу в город. Потом студенты у нас много очень в городе студентов. Школьники бывают ездят тоже. Конечно, переправа должна быть между городом и островом. Понимают это и речники. Владимир Твердохлеб в капитанах уже больше 30 лет. Работа в ледоход – дело привычное. Сложность на буксире – плотность льда, малоразреженности. И все зависит от качества судна. Весна, осень, мы работаем на переправе. Должны помогать народу. Сегодня буксиры курсируют на Кегастров, Хабарку, Бревенник в деревню Реушенька. Связывают они и поселки 22-го и 23-го лесозавода. В день содержания пяти маршрутов обходится муниципалитету в 910 тысяч рублей. Наши буксиры своевременно начали перевозку. На общем количестве семь буксиров по линиям стали как положено. Перевозка проходит без сбоя. И не ждем ледохода. А ледоход, по прогнозам гидрологов, уже завтра подойдет к Архангельску. По его завершению будет дан старт летней навигации. Буксиры на реке сменят пассажирские теплоходы. По информации синоптиков, максимальный уровень воды прогнозируется в 290 сантиметров, что ниже критической отметки. Не исключается и подтопление островных территорий. По поручению мэра Виктора Павленко, на островах создан двухнедельный запас товаров первой необходимости и топливо для восьми котельных. Готовы к ледоходу и островные пожарные части. На Кега, Хабарке и Бревеннике полностью укомплектован личный состав. Завезена вся необходимая техника, в том числе и средства спасения на воде. Сформирован стопроцентный запас топлива. 26 апреля объявлен днем Всероссийского субботника. В Архангельске уже вторую неделю идет двухмесячник по уборке города, который проводится с 14 апреля по 14 июня по распоряжению мэра города Виктора Павленко. На борьбу за чистоту архангельска горожане выйдут 26 апреля. Необходимый инвентарь для субботника, мешки, перчатки, грабли подготовлен. Администрация кругов стопроцентно обеспечена талонами на бесплатный вывоз мусора. Силами предприятия спецавтохозяйства. С управляющими компаниями мы общий язык находим. При дворовых территориях у нас есть большое количество затопленных территорий, поэтому мы подождем схода воды и туда уже и управляющие компании зайдут. И дворы эти будут наведены, наведен порядок. В целом работы по уборке города проходят согласно графику. Например, в Октябрьском округе. Ежедневная уборка осуществляется на сегодняшний день бригадой 18 человек. Подрядная организация у нас осуществляет вывоз крупногабаритного мусора. А вот мусор меньших габаритов, пакеты, бутылки и прочее будет утилизирован на ближайшем субботнике. Такова программа «Максимум» на первом этапе. По второму этапу, это у нас май, побелка деревьев, покраска малых архитектурных форм, уборка территории уже под грабли. На финальном этапе двухмесячника город украсит цветочные клумбы и начнется подготовка к традиционному конкурсу «Лучший двор Архангельска». Итоги будут объявлены во время празднования Дня города. В мэрии областного центра прошло заседание комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей во время летних каникул. На эти цели из муниципального и областного бюджетов выделено 73,5 миллиона рублей, что на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Средства пойдут на оплату продуктов детского питания, единовременную компенсацию стоимости билетов родителям и на оплату путевок в загородные стационарные детские лагеря. Правила оплаты путевок остаются прежними. «Прием документов также осуществляется по месту нахождения общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок. Независимо от того, где он прописан, мы принимаем документы в том округе, где находится школа». Если ребенок посещает школу, которая расположена за пределами города, то родители должны подать документы в отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту жительства. Сделать это можно до 30 июня. Более 4 тысяч ребят смогут укрепить свое здоровье в летних лагерях с дневным пребыванием. В этом году таких лагерей на территории общеобразовательных учреждений Архангельска планируется открыть более 50. «35 школа будет открывать лагерь. Сейчас они тоже набирают заявки. В прошлом году у них была численность детей, охват – это 100 человек. В этом году они тоже где-то в этих пределах собираются работать. Ну, 75, я думаю, они охватят точно. 82-я школа, Сокогорский округ. Там действительно происходит увеличение численности детей. Подана заявка, ходатайство написано, на 15 человек идет увеличение. Открываются лагеря в Соломбальском доме детского творчества, в 51-й школе и в 49-й школе». Вся необходимая информация по летнему отдыху детей размещена на сайте мэрии Архангельска. В Архангельске состоялось открытие отреставрированного северного корпуса гостиных дворов. Первой выставкой стал проект Государственного музея-заповедника Петергов под названием «Первая мировая. Петергов. Прелюдия трагедии». В северной части гостиных дворов в 1701 году размещались торговые, складские и жилые помещения для западноевропейских купцов, приезжающих в Архангельск. Они были разрушены в первой половине 20 века. Работы по реставрации северного корпуса начались в 2011 году. И вот оно, долгожданное открытие. Среди почетных гостей строители и реставраторы. Именно их руки восстанавливали исторический дух памятника каменного зодчества 17-18 веков. Новшества применяются, потому что материалы меняются в любом случае. Но пытались по максимуму придержаться старых технологий. Результатом довольны. Все выполнено, в принципе, на качественно хорошем уровне. Реставраторы трудились на славу. Только благодаря нашим с вами совместным усилиям мы сегодня имеем возможность открыть новые залы, объекты культурного наследия, Архангельский гостиный двор и представить жителям и гостям нашего региона большой, на мой взгляд, очень значимый федеральный выставочный проект. В обновленных залах расположилась выставка Петергов «Первая мировая. Прелюдия трагедии». Она посвящена началу Первой мировой войны. Здесь представлены личные вещи царской семьи Романовых. Этот первый крупный выставочный проект федерального уровня для Архангельска имеет особое значение. Это знаковое событие, что Архангельск, как первый морской порт, как город воинской славы, принимает экспозицию, посвященную началу Первой мировой войны, потому что архангелогородцы только в первые дни, когда Россия вступила в Первую мировую войну, собрали большую сумму денег для фронта. В Архангельске было открыто 19 госпиталей для раненых бойцов Первой мировой войны. Именно с краеведческого музея, именно с посещения гостиных дворов юной архангелогородцы, жители нашего города, гости нашего города познают славную историю, уже 430-летнюю историю славного города Архангельска. Открытие северного корпуса гостиного двора – это большой подарок Архангельску и его жителям в год 430-летия города. Именно с гостиных дворов начинался и начинается Архангельск, первый морской торговый порт России. В областном центре завершилось первенство России по настольному теннису среди юниоров. Такие соревнования прошли впервые в истории города. 128 сильнейших юниоров со всей России, 15 команд девушек и 16 юношей. Таково первенство России по настольному теннису в цифрах. За ними многочасовые тренировки, борьба за первенство в личных и командных соревнованиях. Для Элины Руб все закончилось удачно. Она стала первой среди юных любительниц малой ракетки. Я все время тренировалась, обычно два раза в день. Ну и я очень хотела выиграть, но я не ожидала от себя такой игры и первого места. Неожиданностей на спортивной арене для Ильи Исакова не было. Соревнования такого уровня у него уже пятые по счету. Зато в Архангельске – в первый раз. Все хорошо, зал очень понравился. Слышал, что новый этот зал. Прием тоже отлично. Открытие Центра развития спорта «Норд-Арена» как раз и позволило провести в Архангельске первенство России по настольному теннису. Правда, в числе триумфаторов северян не было. Но задел для будущих побед уже положен. Да и тренировочных залов в городе становится больше. А победители прошедших соревнований представят нашу страну на международной арене. В составе сборной России ребята отправятся на первенство Европы в Италию. 12-й открытый городской турнир по волейболу памяти Юрия Медуницына прошел в Архангельске. В этом году на соревнования приехали волейбольные дружины из нескольких городов области. Все подробности соревнований у Артемия Завардина. На соревнованиях ежегодно собираются команды не только из Архангельска, но и из Северодвинска, Новодвинска, Онеги и других городов. Не обошлось в этот раз и без сенсаций. Общее число команд – 28 – стало наибольшим за всю историю турнира. А количество женских – рекордным. Не могли не удивить и итоги состязаний. Команда волейболисток спортшколы номер один в прошлом году была третьей, а в этом заняла долгожданное первое место. В этом году нам попалась очень удобная группа, чтобы выйти в финал. И мы очень долго стремились победить Сафу, и мы доказали то, что мы можем играть. Пальму первенства турнира в своей группе взяла и мужская команда спортшколы номер один. Для них это также первая победа. Ну, все равно, как бы, было не очень легко. Это интересно, и чем больше команд, тем больше опыта набирается. Количество участников и друзей турнира растет с каждым годом. Причем с 2012-го соревнования имеют статус международных. В них участвуют спортсмены из Норвегии. Успешно турнир справляется и с главной задачей – сохранение памяти о своем идейном вдохновителе Юрия Медуницыне. Самое главное, что этот турнир, он всегда ожидаем, и он как бы становится праздником волейбола. И все волейболисты – это не просто игроки, а вот это уже просто какие-то родственные души. И мы вот каждый год сами, вся наша семья, ждем этого времени. Турнир памяти Юрия Медуницына проходит под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко. С Юрием Борисовичем они были друзьями, соратниками, единомышленниками. Турнир памяти Юрия Медуницына – это свое родное спортивный праздник, который объединяет всех – и спортсменов, и болельщиков, и друзей, потому что мы спонсорами не называем, потому что друзья собираются, помогают и проводят этот спортивный праздник. Действительно, он такой объединяющий, и Юрий Борисович, как и когда-то в свое время, объединяет всех нас, объединяет к любому спорту. И, наверное, развитие спорта, развитие волейбола будет лучшей памятью о Юрии Борисовиче, о прекрасном руководителе, общественном деятеле, депутате областного собрания и просто замечательном человеке и прекрасном друге. Финальной точкой турнира стало вручение переходящих кубков имени Юрия Медуницына. Среди женских команд его обладателями стали спортсменки «Дю США» номер один и уже в третий раз игроки мужской команды «Динамо» из Архангельска. Мы представили вам итоговый выпуск информационной городской программы «Панорама Севера. Семь дней». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. Хороших всем выходных и увидимся через неделю.